здравствуйте уважаемые родители сегодня мы поговорим как научить детей распознавать левую правую стороны нашего тела как мы чувствуем левую сторону как мы чувствуем правую сторону ученые говорят что этот процесс связан с внутренним самоощущением и поэтому нужно обязательно учитывать во время обучения что дети должны в первую очередь чувствовать понять свою часть тела где-то в трех лет выражается доминирующая рука этой рукой ребенок бросает мяч рисует берет карандашей и ложки вот вы обращайте на это внимание понаблюдайте со своим ребенком и потом посмотрите какая рука у него доминирующая в основном большинство случаев это будет правая рука потом дальше вы можете ребенку сказать что вот та рука которую ты берешь ложку это у тебя правая рука можно пойти проще если правой руки у него есть родинка вы можете сказать вот где у тебя родинка вот эта рука правая рука конечно это не универсальная методика но если есть родинка можно эту методику использовать если ребенок уже запоминает что у него правая рука та рука которой он пользуется во время еды во время рисования дальше можно научить где у него левая рука обратите внимание мы начинаем учить детей правой и левой руки когда ребенок понимает что вот у него правая рука а здесь у него левая рука можно уже учить части тела если все части тела которые находятся направо это правая сторона конечно если эти части тела находится налево с левой стороны значит это левая сторона мы можем это обучить детей где-то с трех лет дальше пять лет начинается сложный этап помните мы говорили о том что пять лет дети уже распознают и понимают отношения между предметами они угадывают направление они выбирают правильное направление и поэтому мы начинаем детей обучать пять лет на предмете где правая сторона где левая сторона как вы можете это научить вы можете объяснять детям что те предметы которые находятся ближе правой руки значит это правая сторона конечно если предметы находятся ближе к левой руке значит это левая сторона все это направление можно уже как бы урагулировать руками дальше вы можете играть линейную игру что это значит мы на одной линии ставим игрушки и говорим ребенку вот я одну игрушку загадала найди какую игрушку я загадала например ребенок начинает искать показывать игрушки а вы говорите левее правее и тем самым ребенок отгадывает какую игрушку вы загадали дальше мы вы можете как бы во время прогулки объяснять ребенку где правая и левая сторона например вы можете сказать что вот сейчас слева от нас проехала машина или автобус сейчас очень легко научить детей направлению потому что машине есть навигатор и вы часто вы можете слышать такое выражение что например через сто метров поверните налево и ребенок это слышит ребенок видит что очень скоро машина меняет свое направление таким образом ребенок понимает где левая сторона где правая сторона если ребенок освоил все это можно дальше научить зеркальному отражению это самый сложный этап для этого нужно время ребенку трудно понять как может быть мы на одной линии у нас правая сторона у нас у всех на одном направлении но когда мы стоим лицом друг другу наше направление меняется вы сначала можете не объяснять просто играть потом можно эту игру продолжать перед зеркалом а дальше постепенно ребенок сам поймет что это зеркальное отражение на этом все давайте позовем детей мы будем играть в игры и будем делать задание которые научат нас понять где правая и левая сторона друзья ну что вы готовы мы сегодня научимся определять левую правую стороны как с помощью игры игра называется пчелка где находится пчелка что мы делаем нам понадобится резинка мы будем эту резинку пользоваться как браслет что я буду делать я повернусь одену эту резинку как браслет на руку вы тоже оденьте но вам не надо поворачивается хорошо я это делаю чтобы поняли на какой руке должна быть эта резинка хорошо я поворачиваюсь вот это правая рука что мы делаем мы начинаем играть я буду вам показывать пчелку и вы будете отгадывать где находится наша пчелка хорошо как вы будете отгадывать если пчелка наверху вы похлопаете рукой над головой вот таким образом а если пчелка полетит налево вы помашите рукой но до левой рукой а если пчелка направится направо что вы будете делать молодцы вы помашите правой рукой а если внизу пчелка находится мы будем топать ногами вот таким образом а а если пчелка будет посередине как сейчас мы еще не делаем все запомнили тогда начинаем приступим где наша пчелка да мы похлопаем молодцы где наша пчелка где наша пчелка где наша пчелка молодцы я надеюсь что вы не ошиблись и выполнили все правильно вы можете эту игру продолжать потом своими друзьями или с родителями а теперь ребятки посмотрите на картинку что мы будем делать нам понадобится карандаш и чистая белая бумага я буду вам говорить на какой стороне нужно нарисовать прямоугольник или круг вы будете той стороне рисовать например нужно рисовать прямоугольник и закрасить прямоугольник с правой стороны вы не снимайте свой браслет этот браслет поможет вам узнать где правая сторона а с А сейчас нарисуйте овал с левой стороны и закрасьте. Вот у нас окрашенный прямоугольник с правой стороны и овал. Давайте-ка продолжим. Я хочу закрасить треугольник с правой стороны. Вы нарисуйте треугольник и закрасьте. Молодцы! Давайте-ка мы закрасим квадрат. Пусть этот квадрат будет на левой стороне. Пусть этот квадрат будет на левой стороне. То есть квадрат и овал на одной стороне. Прямоугольник и треугольник на одной стороне. Тогда вы правильно все сделали. Сейчас посмотрим на картинку. Что мы видим? Мы видим одну пуговицу с двух сторон. Это лицевая сторона и обратная сторона. Как мы находим, как мы поймем, что одна сторона лицевая, а другая сторона обратная? Друзья, ребятки, обратите внимание. Вы можете даже дома поискать и взять пуговицу и посмотреть. Лицевая сторона пуговицы – та сторона, где есть небольшое углубление и на краях, как манжет, выступы. Ну что, поняли, какая сторона лицевая сторона? Вот тогда у меня вопрос. Смотрите на картинку. Где находится лицевая сторона пуговицы? На левой или на правой стороне? Да, вот эта лицевая сторона пуговицы, она находится на левой стороне. Друзья, посмотрите, сколько у нас рыбок. И они плавают в разную сторону. Нам нужно обводить те рыбки, которые плавают в левую сторону. Берем карандаши. Смотрим. Мы знаем, что это у нас правая рука, значит, это правая сторона. Это левая рука, значит, это левая сторона. Смотрим, какая рыбка смотрит на левую, вот на эту руку. Смотрим. Вот смотрите. Если я повернусь, так легче будет. Вы поймете, что какая рыбка смотрит на мою эту руку. Смотрите. Это правая рука, а это левая рука. Та рыбка, которая смотрит вот сюда, это рыбка, которая плавает налево. Поняли? Сейчас мы будем обводить. Вот эта рыбка смотрит в ту сторону. Эта рыбка тоже. Посмотрите. Эта рыбка смотрит на эту сторону? Нет. Значит, мы ее не обводим. Эта рыбка смотрит налево. Вот эта рыбка тоже, смотрите, они смотрят в одном направлении. Посмотрите. Осталась ли у нас рыбка, которая плавает на левую сторону? Я думаю, осталась. Да. Эта рыбка тоже смотрит налево. Молодцы, дети. Мы, кажется, всех нашли. Давайте посчитаем, сколько у нас рыбок, которые смотрят налево. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас шесть рыбок, которые плавают налево. Мы научились находить стороны на бумаге. Друзья, каждый раз, когда мы получаем новые знания, мы развиваемся и можем придумывать много новых игр. Пожалуйста. Чтобы играть безопасно, обязательно нужно соблюдать правила личной гигиены. Всегда мыть руки и, когда вы ходите на улицу, обязательно используйте маску. Берегите себя. До свидания.